Курс на цифровизацию о преобразовании таможенной системы в целом и электронном декларировании, в частности, глава Чувашии Михаил Игнатьев, говорил сегодня с начальником Приволжского таможенного управления Сергеем Рыбкиным. Приволжская электронная таможня заработала осенью прошлого года. Даже за такое короткое время стало ясно. Система работает. Таможенные процессы стали быстрыми, понятными, прозрачными. Действует принцип одного окна. Прием, регистрация электронных деклараций на товары, электронные документы, принятие решений о выпуске товаров. Декларация оформляется всего за 3-5 минут. Сокращение сроков оформления, чтобы на бизнес сообщества, независимо от форм собственности, малый бизнес, средний или крупный бизнес не влияло. То есть мы должны достигнуть в этом году где-то 60% авторегистрации и автовыпуска без человеческого факта. Это очень значимо нашей общей совместной деятельности, потому что снимаются сдерживающие факторы. Все по скорости времени, используя информационные технологии, коммуникации в электронном формате, без схождения, без превращения депкуреров в наших предпринимателей или их сотрудников. Все хорошо получается. Сергей Рыбкин отметил, что в среднем каждый день оформляется от 1000 до 1500 деклараций. В последнее время значительно увеличилось количество предпринимателей из Чувашии. Предприятия развиваются, выходят на мировые рынки. Вырос внешний торговый оборот. Вслед за Приворским электронные таможни открылись на Урале и на Северном Кавказе. Цифровизация экономики продолжится. Всего до конца 2020 года в России должны заработать 8 электронных таможен в федеральных округах и столько же специализированных центров электронного декларирования. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика.